Из 3800 исполнены более 3200 заявок. Социальная догасификация в Карачаево-Черкесии набирает обороты. Между Черкесском и Джигутой на несколько месяцев ограничено движение транспорта, начались ремонтные работы на участке федеральной автодороги. Подвиг героев навечно в сердцах. В Черкесске вспоминали герой афганца Владимира Гермонбеевича Лоова, который погиб, спасая товарищей. Вот уже сотни лет они являются для населения самыми близкими стражами правопорядка. Вековой юбилей отмечают участковые уполномоченные. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Женкёзов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что социальная догасификация в нашей республике набирает обороты. Сейчас она идет полным ходом в Зеленчукском районе. А в селе Хусак-Ардоники, хуторе Лисакефяр, завершается строительство распределительных газопроводов. После чего жители этих населенных пунктов смогут подать заявки на подключение своих домовладений. На сегодня из принятых в общей сложности 3800 заявок в 95 населенных пунктах из всех районов республики выполнены 3226. То есть газовые сети построены до границ земельных участков. Причем подан газ в 1651 домовладение. А работы по строительству газопроводов внутри земельного участка с 2023 года ведутся за счет республиканского бюджета. До конца года будет построено еще 46 километров распределительных газопроводов. Работа по исполнению мероприятий социальной газификации населения Карачаева-Черкесии находится на личном контроле главы Рашида Тимрезова. Здесь стоит отметить, что из республиканского бюджета выделяют субсидию на проведение работ по строительству газопровода внутри земельного участка всем без исключения заявителя. В рамках социального контракта поддерживают и малоимущих граждан на газификацию внутри дома. И для семи категорий граждан, в том числе и семей военнослужащих, участников СВО, также предусмотрена компенсация затрат на газификацию внутри дома. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова единый штаб по оказанию помощи военнослужащим отправил в военный госпиталь более 6 тонн питьевой воды, а это более 1205-литровых бутылок. Их отправили в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации. Всего из Карачаева-Черкесии по поручению Рашида Тимрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии регионального отделения «Единой России» уже отправлено более 60 партий гуманитарной помощи общим весом 620 тонн. В России продолжается весенний призыв в армию. Завершится он 15 июля. За это время планируют набрать 147 тысяч человек со всей страны. Накануне в Черкесске провожали очередную группу солдат-срочников. Сколько всего призывников отправятся и в каких войсках они будут служить? Со сборного пункта республики репортаж Дарьи Тендит. Сегодня в республиканский сборный пункт прибыли новобранцы. Призывники уже построены на плацу и ждут отправки. Весенний призыв в самом разгаре. Каждый год тысячи парней получают повестки и отправляются служить в армию. Отъезд в места несения воинской службы – ответственное событие не только для ребят, но и для их близких. Проводить новобранцев пришли родные и друзья. К призывникам обратилась Фатима Бженникова, бабушка одного из призывников. Ей немного волнительно отправлять внука в такое неспокойное время. Она пожелала ребятам достойно пройти службу. Переживаем, потому что это внук. Все бабушки, все дедушки, они обычно такие. Но я что желаю? Я желаю всего хорошего всем, всем, которые идут служить, которые идут защищать нашу Россию и наш Карачаево-Черкесию. Пусть дедушки, бабушки дождутся своих внуков, мы их ждём. Пускай все будут живы-здоровы. 40 новобранцев из Карачаева-Черкесии в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды российской армии. Они будут служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Сергей Белоборода, военный комиссар Карачаева-Черкесии, отметил, что призывники не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции. Также добавил, что армия – это школа мужества и пожелала ребятам крепкого здоровья, соблюдать требования общевоинских уставов и технику безопасности. С сегодняшнего дня им присвоено воинское звание «Рядовой», и у них начинается служба в вооружённых силах. Да, служба в армии не бывает лёгкой, она связана с определёнными ограничениями, но ведь настоящий мужчина не боится трудностей. Уверен, что и наши призывники будут достойны продолжательной традиции своих дедов, отцов, старших братьев. В торжественной отправке ребят приняли участие представители власти, военного комиссариата, священнослужители, артисты филармонии. По поручению главы республики Рашида Тимрезова с напутственными словами к призывникам обратился первый заместитель руководителя администрации правительства Марат Хубиев. Хочу выразить слова благодарности призывникам и их родителям за высокое чувство долга и желание стать в ряды российской армии. Служба в рядах российской армии всегда была и есть благородным и светлым делом. Престиж службы в российской армии повышается с каждым днём. Хочу вам пожелать с честью пройти службу и стать достойным примером подрастающему поколению. В добрый путь, товарищи призывники! Для многих ребят это серьёзное испытание в жизни. Кирилл Пантелеев изначально хотел служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. И его мечта сбылась. По прибытию в военкомат сразу выдали повестку, сразу меня распределили и обрадовали то, что пойду служить в Москву в Росгвардию. В дальнейшем в любом случае, благодаря армии, это карьера, хорошая работа. Марат Смакуев тоже отправляется служить в войсках Национальной гвардии. Готовился долго, да, ну, больше полгода где-то. Настроение отличное, позитивное. Я горд, что поеду защищать Родину. Призывников провожали не только тёплыми словами, но и подарками. От партии «Единая Россия» солдатам-срочникам вручили памятные сувениры. В заключении мероприятия призывники торжественно прошлись маршем и направились прощаться с близкими. Напомним, что весенний призыв закончится 15 июля. Дарья Тендит, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии начались ремонтные работы на участке федеральной автодороги Черкес-Донбай. В течение нескольких месяцев будет ограничено автомобильное движение на отрезке федеральной трассы между Черкесском и Ус-Джугутой. О том, что планируется сделать и в течение какого времени автомобилисты будут испытывать некоторые неудобства, в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Более 30 тысяч автомобилей в сутки. Таков транспортный поток на этом участке федеральной трассы Черкесск-Донбай-Республика Абхазия. В течение нескольких ближайших месяцев автолюбители будут испытывать некоторые трудности с передвижением от региональной столицы до Ус-Джугуты. Ремонт необходимо выполнять в соответствии с заданием Росавтодора. Естественно, мы не можем допустить срыва. Для этого сейчас мы начинаем эту работу и движение автомобильного транспорта сейчас идет по четырем полосам. Две полосы в Джугуту, две полосы в Черкесск. Две полосы придется нам закрывать. Мы ее практически закрыли и движение будет полностью осуществляться только по двум полосам. Как говорят строительные организации, весь ремонтируемый участок составляет 9 километров 300 метров. При этом работы будут проведены в несколько этапов. Это четыре отрезка длиной от двух до трех километров. На каждом поочередно обведут ограничения движения автотранспорта. Скорость на ремонтируемых участках до 40 километров в час. Плюс перевод четырехполосного движения на две полосы. Поэтому водителям, а также туристам, желающим посетить курорты Дамбай, Архыс и Тиберду, рекомендовано выбирать альтернативные маршруты движения. Хочу от имени Упрудор Кавказ извиниться перед всеми пользователями дорог за временные неудобства, которые мы будем доставлять в связи с ремонтом. Однако это неизбежная работа. Но после того, как мы этот ремонт сделаем, уже еще 20 лет можно спокойно ездить. Более того, что мы впервые на территории нашей республики применяем метод холодной регенерации, будем так говорить, рейс-сайтлинг, который дает возможность использовать то, что у нас там есть. То есть мы сначала снимем асфальтобетон, фрезеруем два слоя. Затем приходит специальная машина, которая вот эту регенерацию будет выполнять. Это позволит существенно увеличить несущую способность основания и его долговечность. Итогом ремонта четырехполосного участка трассы станет восстановление изношенного дорожного покрытия на популярном туристическом направлении. Завершение работ намечено на октябрь текущего года. Артур Махцера Сулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В республике вспоминали историческую дату – день начала вывода советских войск из Афганистана. С тех пор прошло 35 лет. Среди наших соотечественников, достойно выполнивших свой интернациональный долг, и славный сын Карачаева-Черкесии Владимир Гермамбеевич Лоов, который погиб, спасая своих товарищей. Подробности в репортаже о Владинаевой. Солдаты, прошедшие через Афган, представители средств массовой информации и молодежь собрались в актовом зале Дома печати, чтобы еще раз вспомнить о трагической и героической странице истории. Уважаемые афганцы, уважаемые коллеги, мы всегда должны помнить, знать, что наша страна, наша держава, держава и держится по сей день вот на таких ребят, из которых многие отдали свою жизнь ради сохранения нашего государства. Слава таким ребятам! В десятилетнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов, 42 из которых – это жители Карачаева-Черкесии. Среди них и 19-летний Владимир Гермамбеевич Лоов из аула Малаабазинск, который погиб 20 мая 1986 года. Знаете, он погиб очень трагически. Он вынес четырех раненых и ушел за пятым. И в этот момент он погиб. Своей книге «Багряная луна» Иссам Мамчуев посвятил стихотворение Владимиру Лову, которое прочитали молодые люди. На мероприятие были приглашены и родственники погибшего в Афганистане Владимира Гермамбеевича. Медаль «Семье погибшего героя» вручили его старшему брату. Потому что он был настоящим героем. Настоящим героем с настоящим выросом из абразийского братского народа. Спасибо, что помните. Народ, не помнищие прошлого, не имеют плющего. Поэтому дай вам Бог здоровья, что не забывайте. Вы сами через все это прошли. Знайте, что такое. Очень мягкий был. Афганская война шла вовсю же. Почему они пишут родителям, что они там слушают? Полевая почта есть, полевая почта. Скажи, где там? Там слушаю, там слушаю. И дома никто не знал, где он слушал, кроме меня. Рамазан Бадахов – ветеран боевых действий в Афганистане. Он был знаком с Владимиром Ловым. Впервые мы встретились на призывном пункте в Ставрополе, рассказывает он. Потом три дня в поезде Дашхабада, оттуда уже нас раскидали. Потом уже, когда после учебки в Афганистан отправили, я попал в 66-ю бригаду, его там встретил. Там встретились, мы с одного призыва были. Потом неделю там продержали, нас потом раскидали. Он попал в Дашхабада, я в разбитку. После этого меня в другое место, ну на месяц. Потом я когда в бригаду приехал, ну тогда уже сказали, что он погиб. У России великое прошлое. И если чаще встречаться и не забывать наших героев, которые проявляют самоотверженность и преданность Родине, тогда у нас точно будет и великое будущее, говорили выступающие. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. На 2023 год приходятся юбилеи нескольких подразделений стражей правопорядка нашей страны. Так, столетие отмечают патрульная служба и участковые уполномоченные. О значимости работы последних в сюжете Артура Мхце. Нужны ли населенному пункту участковые сотрудники полиции? Представим ситуацию. В жилой многоэтажке что-то между собой не поделили соседи. Или ушедший из дома член семьи не отвечает на звонки родных. Люди звонят стражам порядка. При наличии опорного пункта полиции участковый в считанные минуты будет на месте. Сможет получить исчерпывающую информацию о случившемся. При необходимости вызовет экспертов того или иного отдела. Вовсе не обязательно тут же отправлять оперативно-следственную бригаду, которая вполне возможно пригодится для раскрытия иного, более серьезного происшествия. Я не думаю, что без участкового что-то обошлось бы. Я не думаю об этом. Он нужен в работе. А как по-другому? Даже представление не могу иметь в моем возрасте, чтобы не было порядка. Однозначно участковый нужен. Если уполномоченный участковый будет решать проблемы людей, то это намного облегчит жизнь наших жителей. Мухтар Каркмазов трудится в органах правопорядка около 15 лет. Пять из них участковым. Имея широкий спектр обязанностей от рассмотрения жалоб от населения до составления административных протоколов, а также выявления и раскрытия преступлений. Большинство мероприятий, проходящих на обслуживаемой территории, не обходится без работающего на земле полицейского. Когда дверь к квартиру открылась, оказалось, что заявительница находится под воздействием алкоголя. Кроме того, там же была полуторагодовалая дочь. Так как родители вели асоциальный образ жизни, ребенка спустя некоторое время изъяли из семьи. В работе участкового немало, так сказать, кастрюльных дел. Впрочем, самое главное, считает Мухтар Каркмазов, уметь находить с людьми общий язык, независимо от обстоятельств. Чтобы хорошо выполнять свою работу, участковый полномоченный должен быть подкованным, юридический подкованным, должен знать знание закона, необходимое, и должен быть тонким психологом. Появилась информация о том, что в городе могут работать мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции. Задача участкового – рассказать о том, как вести себя во время подобных случаев, куда обращаться, если собеседник вызывает подозрения. Совместно с представителем Республиканского общественного совета МВД, «Страж порядка» обходит территорию и вручает информационные буклеты, попутно интересуясь другими проблемными для горожан вопросами. Участковые на протяжении вот уже сотни лет являются для населения самыми близкими для них странами. «Стражами порядка», которые готовы прийти на помощь по первому их звонку или обращению. Артур Мхце, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкисия. На этом наш выпуск завершён. Далее смотрите специальный репортар Артура Мхце по благоустройству парка культуры отдыха «Зелёный остров». А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.